Начиная с декабря до середины февраля основным возбудителем гриппа в целом по стране и в Карачаево-Черкесии в частности был вирус типа АН3Н2, так называемый гонконгский грипп. Теперь на смену ему пришел вирус группы B. Как говорят специалисты, этот штамп вызывает менее тяжелую реакцию, чем тип А, и практически не приводит к тяжелым эпидемиям. Вместе с тем показатель уровня заболеваемости в нашем регионе за неделю вырос почти вдвое. В медицинские учреждения в течение 7 дней симптомами гриппа и ОРВИ обратились чуть более 1400 человек. Однако эпидемиологический порог пока не превышен. Возросла динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошедшей девятой неделе ее значение равнялось 55%. То есть мы говорим о положительной динамике, значит заболеваемость растет. На 84% выросла заболеваемость среди детей от 0 до 6 лет. И на 74% выросла заболеваемость в старшей возрастной группе. Это среди лиц старше 15 лет. Мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа осуществляется сотрудниками лаборатории иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики Центра гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской республике. Каждую неделю сюда со всего региона поступает материал на исследование. Результаты передаются в Москву, в научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Точность определения вируса гриппа, говорят специалисты, почти стопроцентная. Современное оборудование, которым оснащена лаборатория, позволяет выделить штамм, даже если вирус не успел размножиться. У нас два современных аппарата, Ротарджин, на которых мы проводим исследования. На данный момент это самый современный аппарат, то есть от других методов мы отошли, потому что тут процент достоверности 98%. Поэтому мы стараемся на нем все исследования на грипп ОРВИ мы делаем на нем. Помимо гриппа А и Б мы исследуем пробы на ОРВИ очень шесть разновидностей. Метапневмовирус, риновирус, аденовирус, парагрипп 1, 2, 3, 4 типа и другие. Дважды в год в начале и конце эпидемиологического сезона сотрудники лаборатории отправляют в федеральный центр полученные положительные пробы на наличие вирусов. Это необходимо для разработки вакцины. К слову, выделенные возбудители гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне соответствуют составу вакцины против гриппа для сезона 2016-2017 годов. Стоит отметить, что подавляющее большинство заболевших не были привиты. И хотя вакцинация не может защитить от гриппа на 100%, но именно она является на сегодняшний день самым эффективным средством против возникновения осложнений заболевания. Хочу также напомнить, что в начале эпидемического сезона гриппа в нашей республике было привито около 30% населения. Это примерно 149 тысяч, ну почти 150 тысяч населения получили прививки. И на следующий эпидемический сезон мы запланировали провакцинировать немного больше населения, около 40% населения нашей республики. Необходимо заметить, что вот пока по тем данным, которые мы проводили, вот паниторинг на текущий пятизон, что среди тех случаев заболеваний, которые были зарегистрированы в нашей республике, которые отличались тяжелым или средним уровнем тяжести заболевания, и были люди госпитализированы в лечебной сети, необходимо отметить, что среди них практически не было людей, которые бы получали прививку. Учитывая положительную динамику роста заболеваемости, специалисты советуют уделять повышенное внимание профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, избегать мест большого скопления людей, использовать защитную маску, проводить витаминопрофилактику, правильно питаться, одеваться по сезону. Таковы основные рекомендации. Если вы сделали вакцинопрофилактику, то дополнительно не требуется ничего. Если вы по каким-то причинам не можете пройти вакцинопрофилактику, вы можете обратиться к терапевту, к инфекционисту, чтобы вам индивидуально назначили какие-то профилактические мероприятия. Ни в коем случае так же сами не идти, никакие интерфероны, ничего. То есть, если вам противопоказана вакцинация, идете к терапевту, и вам назначается индивидуальная, неспецифическая профилактика гриппа. Самое главное. В случае заболевания нельзя заниматься самолечением и пытаться перенести болезнь на ногах. Нужно немедленно обратиться к врачу. Запоздалое лечение очень часто приводит к тяжелым последствиям. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин